Субтитры предоставил DimaTorzok Здравствуйте! В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анна Макарова. И вот о чем расскажем далее. Провальный ремонт новой набережной. Как так получилось, что появляющиеся дыры в плитах уже стали системой? И почему те, кто провернул эту аферу века, до сих пор не наказаны? Специальный репортаж «Саратов-24». Глава региона поставил задачу войти в первую двадцатку инвестиционного рейтинга России по итогам 2017 года. Какие к этому предпосылки? Выносили с работы то, на чем могли заработать. В селе «Золотая степь» задержали очень предприимчивых сотрудников нефтеперерабатывающего завода. Миллионы бюджетных рублей проваливаются в ямы на новой набережной Саратова. А некоторые чиновники называют это курьезным случаем и винят, можно сказать, в собственных провалах природные явления. Бетонное покрытие, укладкой которого занималась скандально известная фирма «Саратов-Гезстрой», признанная на сегодняшний день банкротом, не выдерживает даже собственного веса. Как получилось, что множественные провалы на новой набережной уже стали системой? И почему те, кто провернул эту аферу века, до сих пор остаются ненаказанными? Специальный репортаж в «Саратов-24». Профессиональный спасатель Сергей Дмитриев в воскресный день прогуливался по новой набережной. Дойдя до ее завершающего отрезка, он стал свидетелем зрелища достойного взгляда сатирика. Сергей и рад был бы кинуться на спасение, только спасать пришлось бы целую набережную. Бетонное покрытие не выдержало тяжести пожарной машины, и автомобиль провалился в образовавшуюся дыру. Сергей считает, что причины произошедшего очевидны. Бетонная площадка, которую здесь залили, она не армированная, не прочная. Автомобиль, который ехал, просто провалился. Хорошо, что ребята отрабатывали учения, они ехали на реальный какой-то выезд. Им не требовалось для реальных боевых действий забирать воду из Волги для тушения пожара. Активный патриот Саратова, как и многие жители, приветствует благие начинания. Но считает, что история с новой набережной негативно сказывается на имидже города и региона в целом. И вполне оправдывает применяемые некоторыми для данной ситуации определения аферы века. Аферы века или, не знаю, там, ляпека или банальная ошибка, коррупция, не знаю. Я не буду судить, этим будут заниматься как бы компетентные органы. Но я, как простой житель нашего города, просто хочу, чтобы дети, чтобы люди пожилые смогли спокойно ходить безопасно по нашей набережной. А что мы можем видеть? Что машина ехала, раз и провалилась. Там пустоты, просто пустоты. Песок, вода, все это вымывается из-за некачественных работ, несоблюдения технического регламента, несоблюдения технологии при строительстве. В отличие от Сергея Дмитриева, нынешний глава областного комитета капитального строительства Олег Гейн, не считает, что при строительстве участка, где образовался провал, была нарушена технология. По его мнению, работы по укладке бетонного основания были выполнены в соответствии с планом. Это у нас объект незавершенного строительства, это стройка. Работы были прекращены в 2014 году на этом участке. Консервация объекта не производилась, поэтому технологически весь цикл не был до конца исполнен. Чиновник также признался, что его самого и его коллег удивило, как вообще мог возникнуть этот провал. По его предположению, воды неизвестного пока происхождения вымыли песок из-под бетонного основания. А тут еще и крупнотоннажная пожарная машина зачем-то выехала на пешеходную зону. Причина, как мы предполагаем, что шло подтопление с материковой зоны. Может быть, талые воды, может быть, там проходит недалеко коллектор канализационный. Это мы сейчас будем устанавливать. И то, что откос не закреплен, те же талые воды, ливневые воды. Вот из-за этого локально произошло вымывание песка. Ну и плюс вторая причина, что на нее, в принципе, заехал автомобиль. Очень тяжелая грузоподъемность. Это у нас пешеходная зона. Поэтому сейчас мы с этим разбираемся. Только вот с чем именно будут разбираться чиновники с подземной рекой или заехавшей на набережную пожарной машиной, господин Гейн не уточнил. Видимо, компетенции чиновника хватает лишь на то, чтобы привлечь к ответственности природные катаклизмы. Хотя по-настоящему имена виновных в разрушении визитной карточки города, возможно, лежат на поверхности. Строительство новой набережной началось еще 10 лет назад, в 2007 году. В 2012-м открыли первый участок, ограниченный улицами Провианской и Вольской. Спустя год сдали еще один отрезок. И уже в 2014-м на новой набережной начали появляться трещины, ямы и провалы. Все это происходило настолько часто, что уже в 2015-м году жители Саратова готовы были закипеть от негодования по поводу разваливающейся на глазах новой прибрежной пешеходной зоны. Опасность для людей есть. Мы можем упасть, опять по больницам будем лежать. Можно тут просверлить или ударить молотом и все провалится. Там пустое место. Вымало все из-под асфальта бетона. Торопились, когда строили дюжи в прошлом году. Может деньги отмывают. Головотяпство, я могу сказать. Взяли, украли деньги и кое-как сделали. Почему набережная вся развалилась? Почему? Где он этот подрядчик? Найдите его. Комментарии саратовцев образца 2015-го года не сильно отличаются по содержанию и настрою от тех, что относятся к июню 2017-го. Ну, наверное, не туда уходят денежки-то. Наверное, песком разбавляют больше цемента. Поэтому, наверное, проваливаются. Недавно слышали, упала пожарная машина. По-моему, КАМАЗ был. Не самая тяжелая машина из тех, которые существуют. Если ее вес не удерживает набережную, то тогда в каком же она состоянии? Деньги вкладываются, а ничего не происходит, лучше не становится. Ты согласен? Я вообще не очень понимаю, как можно было так быстро и легко ее сделать, эту новую набережную. Учитывая, что там стояли лодочные станции. Все это, наверное, было уже и размытое. Вообще, конечно, что-то как-то очень быстро ее сделали. Наверное, все это сделало довольно халтурно. Нужно было отчитаться, наверное, что вот она уже стоит и есть. Профильные чиновники на протяжении всей многострадальной истории новой набережной действительно старались сделать хорошую мину при плохой игре. При этом почти никто из них напрямую не ответил перед законом за плачевное состояние прибрежной территории и некачественно проведенные работы. Ни зампредправительства господин Канчер, который довел до кипения ситуацию с лодочными станциями, располагавшимися на набережной, ни предшественники Олега Гейна на ответственном посту главы комитета капстроительства области. Как, например, один из них, экс-глава ведомства Николай Якубович, который позволял себе являться на встрече с журналистами под шефе и комментировать отнюдь не смешную проблему афоризмами сомнительного достоинства. Ничего здесь не бывает. Пирамиды то разваливаются, которые должны миллиарды лет стоять. Многочисленные наглядные проявления некачественной работы породили множественные комментарии и в интернете. На одном из сетевых ресурсов даже возник проект «Дорогая набережная», который, судя по последним событиям, не потерял актуальности и теперь. Поразительно, но иронический тон по отношению к состоянию Новой набережной, похоже, переняли и чиновники. Как иначе объяснить, почему нынешний глава комитета капитального строительства региона Олег Гейн с улыбкой говорит о том, что причиной недавнего, но вполне вероятно не последнего провала на Новой набережной виноват какой-то неведомый ручей. Александр Блонский, Олег Бирюков, Алексей Фенин, Саратов-24. Найти и наказать ручей. Журналисты иронизируют над ответами чиновников по поводу новых провалов на набережной. Прошло несколько лет с начала строительства, однако виновные не названы и не найдены. Набережная рушится на глазах, а чиновники безуспешно пытаются вернуть десятки миллионов рублей в бюджет. Но при этом винят не строителей, которые либо не учли в проекте особенности объекта, либо некачественно провели работы, а лишь природные катаклизмы. Определить автора проекта и привлечь его к ответственности призвал Михаил Волков. Общественник и бизнесмен занимался строительством подобного объекта в Энгельсе. Как восстановить Саратовскую набережную и наказать виновных в ее разрушении? Смотрите программу «Прямая речь» сегодня, сразу после выпуска новостей. А пока к другим темам. Жители поселка Золотая степь решили заработать на краже черного золота, а точнее продуктов нефтепереработки. Для реализации их плана были все условия, поскольку злоумышленники работали на нефтеперерабатывающем предприятии и были на хорошем счету. Как дальше развивались события, расскажет Анна Антонова. В 2015 году поменялось руководство и завод запрестал работать, стали задержки на зарплату. Тогда предпринимчивые сотрудники решили заработать деньги другим способом. Всего в кражах участвовали три человека. Один сливал топливо, другой вывозил за территорию завода, а третий, подозреваемый местный житель, продавал похищенное. Мало того, что его машины и гараж были заполнены канистрами, даже в емкости для полива огорода находилось горючее вещество. Всего на территории его домовладения обнаружено около четырех тонн топлива. По какой цене продавалась она? От 20 до 26 рублей. Когда так устраивал, предлагал 26. А там уже на месте приезжали, смотрели там. Качество, жалуется подозреваемый, не всегда устраивало покупателей. Всего в месяц удавалось заработать по 7-10 тысяч рублей. Все трое подозреваемых задержаны с поличным. Возбуждено уголовное дело. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрен частью 2 пункта МА ст. 158 УК РФ. А именно кражи совершенной группы лиц по предварительному сговору. По данной статье подозреваемым грозит штраф до 200 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Анна Антонова, Алексей Фокин, Саратов, 24. Прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях на территории региона за минувшие сутки. Полина, приветствую, тебе слово. Приветствую, Анна. И начну с дорожно-транспортных происшествий. Крупное ДТП произошло на улице Клочково. Нетрезвый водитель не справился с управлением и протаранил мачту освещения и шлагбаум. Упавшая труба шлагбаума едва не убила водителя. По его словам, он выпил полтора литра водки и ехал за еще одной бутылкой. В машине также находилась его сестра, которая отговаривала брата куда-либо ехать. Прибывшие на место ДТП врачи Центра медицины катастроф госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение. В районе Кумысной поляны столкнулись две машины «Лада Приора» и «Форд». В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали прибывшие врачи Центра медицины катастроф. Обстоятельства аварии выясняются. О других происшествиях в гаражном кооперативе на улице Олейная прогремел взрыв. Полностью разрушились два гаража. Прибывшие на место пожарной обнаружили в горящем гараже два баллона и вынесли их на улицу. В итоге сгорели два автомобиля, но один силами спасателей и пожарных удалось спасти. Обстоятельства взрыва выясняются. И о пожарах. Самый крупный произошел на Лунной 43А. По прибытию на место пожарные попытались зайти в дом, в котором было сильное задымление с первого по четвертый этаж. Людей приходилось эвакуировать с помощью спасательных устройств. В одной из квартир спасатели обнаружили пожилых мужчину и женщину. Вытащили их наружу. Несмотря на все попытки реанимации, мужчину 89 лет спасти не смогли. Женщину-пенсионерку в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Площадь пожара составила 11 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе 3 ребенка. На тушение выезжали 5 единиц техники и 18 человек личного состава. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 возгораний. Пять из них в Саратове. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Полина. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. КПРФ устроила праздник в детском центре медицинской реабилитации. В честь Дня защиты детей там состоялось открытие долгожданной детской площадки. На протяжении многих лет сотрудники медицинского центра и родители подрастающих саратовцев просили администрацию района установить перед главным входом в медицинское учреждение хотя бы небольшую детскую площадку. О данной проблеме узнала первый секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова. Она лично присутствовала на импровизированном открытии данной площадки. И призналась, что сама мама и бабушка и не понаслышке знают, насколько важно оборудовать подобные места для детей. Большую часть времени установки площадки заняла организационная работа. В благодарность дети прочитали Ольге Алимовой любимые стихи. В экономике Саратовской области появится новый кластер – тяжелые машиностроения. В Балакове в феврале 2018 года планируют ввести в строй завод, который будет производить гидротурбинное оборудование. Проект был представлен на Совете по инвестициям при губернаторе Саратовской области. Реализует его совместное российско-австрийское предприятие «Волга Гидра». Объем инвестиций превышает 2 миллиарда рублей. Планируется создание около 200 рабочих мест. Завод будет выпускать компоненты гидротурбин для модернизации гидроэлектростанций на территории России. В первую очередь – саратовской ГЭС. С выходом на проектную мощность налоговые отчисления в консолидированный бюджет предположительно составят более 170 миллионов рублей. Среди других масштабных инвестиционных проектов – строительство на территории Петровского района малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа. Благодаря активному развитию инвестпроектов, Саратовская область значительно улучшила свое положение в рейтинге инвестиционного климата регионов России. По итогам 2016 года наша область поднялась на 25 пунктов и заняла 35 место, что позволило нам войти в число регионов с максимальной положительной динамикой. На перспективу глава региона поставил еще более амбициозную задачу – войти в первую двадцатку инвестиционного рейтинга России по итогам этого года. Последний интригующий этап в ходе предварительного голосования. В Саратове состоялся форум, на котором стратегию развития региона представили кандидаты на пост губернатора Саратовской области. Какие основные направления были затронуты и какие вопросы задавали кандидатам представители партии «Единая Россия» расскажет Оксана Лючева. В Саратове состоялся форум первичных отделений партии «Единая Россия». Представители первичных отделений партии познакомились с программами участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидата на должность главы региона. Все желающие смогли задать интересующие их вопросы. Сегодняшний форум важен для всего нашего политического сообщества. Сегодня здесь секретари первичных отделений. Сегодня здесь наша политическая элита партии «Единая Россия» собралась для того, чтобы послушать стратегию, с которой выступают сегодня и временно исполняющие обязанности губернатора Валерий Васильевич Радаев и Александр Петрович Санинский. Временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев в своей стратегии развития региона в первую очередь уделяет внимание бюджету. Обещает предпринять конкретные действия по финансовому оздоровлению. Все источники определены. Главный из них – регализация теневой занятости, вовлечение в оборот сельхозземель и объектов недвижимости, повышение собираемости налогов, усиление финансовой дисциплины. Мобилизовав все механизмы, мы выйдем на бюджет развития. И это задача номер один. Нашла отражение в стратегии развития и дорожно-транспортная сфера. Радаев обещает построить безопасные и качественные дороги. Тем более, что и средства есть. 18 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. Задача на пять лет. Привести в нормативное состояние полторы тысячи километров. Нелегкая задача, но решаемая. Рядовые партийцы активно обсуждают стратегию и вносят предложения. Предлагают составить дорожную карту по каждому проекту с конкретным сроком исполнения, усилить контроль правоохранителей над управляющими компаниями, уделить больше внимания реальному сектору экономики. Меня привлекла программа Валерия Васильевича Радаева. Он сказал очень важные для меня слова, что приоритетным для него направлением является культура, развитие культуры в области. Это очень важно, потому что что такое мы без духовного развития. Активно обсуждается и доклад второго претендента. Глава Артищевского муниципального района Александр Санинский в своей стратегии акцент делает на развитии сельских территорий и сельского хозяйства. Именно эта отрасль показывает хорошую динамику развития последних годов. Именно в ней продовольство и безопасность страны. Поэтому необходимо поддерживать на региональном уровне не только появление крупных проектов в сфере АПК, не только в них вливать дополнительные средства, но и поддерживать развитие нового КФК, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных, потребительских кооперативов. Кому из двух претендентов быть кандидатом в губернаторы, партийцы обсудят в своих первичных организациях. Времени немного. 24 июня состоится конференция регионального отделения «Единой России». На ней и будет вынесено окончательное решение. Оксана Лючева, Олег Бирюков, Саратова, 24. Вместе с премией поедет в Милан. Накануне в Саратовском академическом театре оперы и балета завершился 30-й Собиновский фестиваль. Гала-концерт открыл заместитель председателя регионального правительства. Иван Кузьмин отметил, что этот год был особенным. На 30-ю годовщину фестиваля выпал и юбилей его создателя. 145 лет российскому оперному певцу Леониду Собинову. Все фестивальные дни в театре был аншлаг. Художественный руководитель фестиваля и главный дирижер театра Юрий Кочнев озвучил имена вокалистов, которые приняли участие в конкурсной части Собиновского фестиваля. Из 11 конкурсантов первое место заняла Мария Суздальцева из Ростова-на-Дону. Девушка покорила жюри своим голосом. Помимо того, что Мария стала лауреатом первой степени, певице вручили денежную премию 100 тысяч рублей. А также девушка выиграла путевку в Милан с посещением театра Ла Скала. Все проходило в потрясающей, замечательной, доброй атмосфере. Мы все были как большая дружная семья. Все ребята, все участники показали очень достойный, высокий уровень. Девочки, которые стали лауреатом вместе со мной, они действительно лучшие. После награждения дипломантов Собиновского фестиваля, участники исполнили для зрителей оперные арии. Напомню, в этом году юбилейный Собиновский фестиваль был посвящен итальянской музыке. Ярким событием стал показ премьерного спектакля оперы Аиды Джузеппе Верди. В Лысых горах прошла встреча регионального лидера партии «Справедливая Россия» Зинаиды Самсоновой с местными жителями и партийными активистами. Обсуждение коснулось таких тем, как уровень бедности в России, размер и порядок начислений пенсий, ограниченность выплат ветеранам труда. Так, один из жителей рассказал, что отказавшись от стационарного телефона в пользу мобильного, он потерял право на оплату телефона в размере 150 рублей. Особое внимание региональный лидер «Справедливой России» уделила сфере жилищно-коммунального хозяйства. Зинаида Самсонова рассказала о законопроектах, которые «Справедливороссы» вносят в Госдуму. Присутствующие заявили, что следят за работой Госдумы и считают инициативы «Справедливой России» очень нужными и важными для улучшения жизни, в том числе в районах. В честь своего юбилея сделали подарок городу, который будет радовать веками. В год экологии и в преддверии празднования 60-летия одно из крупнейших предприятий областного центра «Саратов Форк Синтез» подарило жителям аллею. Это не единственное, что было сделано за годы работы завода для города. Продолжит Полина Попенец. Дорогие друзья, поехали! 60 шаров запускают в небо. Цифра не случайная. Именно 60 лет прошло со дня основания одного из крупнейших химических предприятий России – «Саратов Орк Синтез». В парке имени Гагарина в заводском районе собрались десятки сотрудников организации, ветераны труда, а также почетные гости. Дерево символизирует жизнь, защиту и поддержку. Поколение, прославившее своим трудом «Саратов Орк Синтез», объединяет в себе эти понятия. 60 лет – большой серьезный путь, огромный вклад в экономику региона и всей страны. Ваше производство – пример бережного отношения к окружающей среде. «Саратов Орк Синтез» – это дочернее предприятие «Пау Лукоил». Выпускает высококачественную нефтехимическую продукцию. Кроме основной деятельности, при поддержке «Лукоил» реализуют и благотворительные проекты. Так, при участии благотворительного фонда «Пау Лукоил» в Саратове в 2014 году был построен детский сад на 300 мест. Но в преддверии юбилея сотрудники промышленной компании решили подарить «Саратову» аллею елей. «Орк Синтезу нашему 60 лет. И тогда совместно с нашим предприятием возникла идея высадить аллею целую. Саратов – красивый город. Но нам показалось, что неплохо было бы подарить что-то ему. Мы здесь построили детский садик, там очень красивая территория, но мы хотели еще где-то что-то украсить». Причем место, которое выбрано, тоже не случайно. Ведь именно в заводском районе проживает большее количество сотрудников предприятия «Саратов Орк Синтез». А также те, кто проработал в компании не один десяток лет. Конечно, огромные слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам. Они прожили жизнь на нашем предприятии, отдали частичку себя для процветания нашего завода. Поздравляю вас всех с сегодняшним маленьким праздником. Высаживают вместе сотрудники предприятия, руководство компании и почетные гости. 60 хвойных деревьев ровным рядом теперь будут стоять по всему периметру парка и радовать местных жителей. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов-24. Игровое раздолье. Целая серия торжественных открытий детских площадок прошла в рамках проекта партии «Единая Россия». Игровые зоны были установлены в Марксе. На территории школы номер один, во дворе домов по проспекту Ленина. Жители микрорайона выразили благодарность партии «Единая Россия» за заботу о детях и внесли ряд предложений по благоустройству дворовых территорий города в целом. Все замечания депутаты приняли к рассмотрению и обратились к жителям с просьбой заботиться о сохранности игрового комплекса. Настоящий праздник представители местного отделения партии «Единая Россия» устроили и для юных жителей поселка Пригородный. Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей. А подарком стал новый игровой комплекс. В завершении праздника всех присутствующих детей угостили мороженым. К этому часу у меня все. До скорой встречи в эфире. Гарантийный фонд Саратовской области предоставляет гарантии и поручительства по кредитам для малого и среднего бизнеса на льготных условиях по госпрограмме. Звоните 75 34 15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова